День добрый. Самый актуальный вопрос, который требует решить оппозиционный блок, это отменить решение правительства повышения цены на газ. Цена 8550 гривен, это грабительская цена, и она направлена на самых малообеспеченных людей. И такое решение мы считаем сегодня антинародным, антизаконным. Мы требуем, чтобы было заведено уголовное дело, чтобы была расследована причина такого повышения, и чтобы решение о повышении цены на газ было срочно отменено. Это наша единогласная позиция. Мы зарегистрировали соответствующие проекты постановлений в парламенте и настаиваем на том, чтобы они были рассмотрены как внеочередные и были поддержаны сегодня залом. Потому что все остальные сказки о том, что у страны большие долги, о том, что нужны сегодня деньги МВФ, о том, что сегодня еще хочет украсть правительство и власть до конца года, мы считаем сегодня неактуальными. Главная задача так сделать, чтобы у людей было тепло в квартирах и была возможность заплатить по доступным тарифам. И поэтому наше первое требование – это отмены, повышение цены на газ. Второе. На протяжении последних шести месяцев, с мая месяца, когда был пересмотрен порядок начисления и получения субсидий людям, мы вели очень большую системную работу. Вместе со всеми управлениями социальной защиты, вместе с общественными организациями, вместе с моими коллегами, с комитетом социальной политики, мы подготовили ряд решений и требований от правительства пересмотреть порядок назначения субсидий. 16 октября мы добились и правительство приняло решение, внесло изменения в порядок начисления субсидий. Я хочу, чтобы наши телезрители сейчас послушали меня минутку внимательно, потому что очень важно, чтобы те людям, кому было отказано в получении права субсидии, понимали, что сегодня у десяток и сотен тысяч людей мы восстановили это право на получение субсидий. И чтобы вы сейчас могли обратиться, это неприятная, безусловно, процедура, но то, что вам положено от государства, то, что они обязаны вам компенсировать по цене тарифов, вы должны свое забрать. И тем, кому отказали в получении субсидии по грабительскому постановлению правительства от мая месяца, внесены изменения, и от 16 октября сегодня вы можете добиваться заново получения субсидий и получить свою субсидию. Первое. Ну, тем, у кого есть сегодня неуплаченное СВ, долги по зарплате, неуплаченное ЕСВ по вине работодателя, мы восстановили право человека получать субсидию. Поэтому, если у вас долги по зарплате, это вина работодателя, вы можете обращаться в управление судзащиты, и вам будет восстановлено право получения субсидий. Если площадь вашего помещения превышает 120 и 200 квадратных метров, и из-за этого вы также лишили вас права получения субсидий, то мы поправили это постановление, и теперь только отапливаемая площадь входит в размер получения субсидий. То есть, если у вас отапливаемость 120, а общая больше площадь, то вы можете также восстановить свое право на получение субсидий. Если в вашей семье есть безработные, и этот безработный человек, это тяжелобольной человек, вы можете предоставить справку, то вы также имеете право этого человека сегодня включить в состав семьи, не как безработного, как тяжелобольного человека, и ваша семья будет иметь право на получение субсидий. Если вы получаете пенсию по утрате кормильца, получаете разные виды социальной помощи, предусмотренные людям с инвалидностью, людям с инвалидностью с детства, либо вы достигли пенсионного возраста и получаете пенсию по выслуге лет, и ваша площадь превышает нормативную площадь, вы имеете право сегодня восстановить и получить субсидию. Если раньше субсидия назначалась на год, но каждые полгода человек должен был проходить вот эти круги ада по назначению себе и переназначению, то теперь автоматически на год субсидия будет назначена, и вам не нужно будет каждые полгода обращаться и проходить эту унизительную процедуру. Также в ряде случаев мы добавили полномочия комиссии в управлениях социальной защиты на рассмотрение вопроса по субсидии. Если с мая месяца комиссия была, в принципе, лишена почти права рассмотреть индивидуальные случаи и предоставлять людям право получения субсидии, то сегодня полномочия комиссии значительно добились расширения, и поэтому, если вам отказано было, повторно отправьте свои документы на комиссию. Для того, чтобы минимизировать случаи сегодня несправедливого отказа людям в получении субсидии, вы можете обратиться в Комитет социальной политики. Мою электронную почту лично указано на сайте Верховной Рады, на электронную почту оппозиционного блока также указано на сайте Верховной Рады. И мы каждый случай отказа, несправедливого, незаконного отказа в вашем праве получения субсидий будем рассматривать. Потому что в данном сегодня грабительском формате, когда людей лишают права получить субсидии и параллельно с этим повышают сегодня цены на газ и отсюда растут цены на тарифы, мы считаем первое очередное – это понизить цену на газ и отменить повышение, и ввести мораторий, в принципе, на повышение тарифов. И второе важное решение – это добиться справедливого права для всех людей, нуждающихся и имеющих сегодня право получить вашу законную субсидию. Поэтому вместе, объединяя здесь усилия, восстанавливая порядок, совместными усилиями принуждая правительство принимать и восстанавливать справедливые решения, я уверена, что мы добьемся результата. Спасибо.